приветствую друзья пару недель назад я приобрел смарт-часы galaxy watch 6 так как у меня на канале были до этого обзоры 5 моделей 4 то есть решил сделать такое небольшое видео в котором сравню в первую очередь с 5 моделью с которой я проходил год и дам ответ на такой популярный вопрос стоит ли менять galaxy watch 5 на galaxy watch 6 ну и вообще в чем различия что здесь в шестерке добавили и что интересного какие нововведения здесь есть данное видео будет полезно в первую очередь тем кто уже имел или носит сейчас часики от samsung а именно galaxy watch 4 или galaxy watch 5 ну а для тех кто совершенно незнаком с этими часиками будет позже отдельное видео в котором будет подробный обзор со всеми функциями здесь же пока скорее такое вот сравнение и так начнем сравнивать да первое чем отличается шестерка от пятерки это конечно же экран экран стал немножечко крупнее в данной версии это у меня 44 миллиметра диагональ его составляет один с половиной дюймов раньше был один и четыре ну и соответственно разрешение было 450 на 450 прошлой версии здесь сделали 480 на 480 что это дает физические размеры практически не изменились но сам экран стал крупнее то есть стали меньше рамочки по краям выглядеть стало это довольно интересней ну и при этом как бы стало больше полезной информации вмещаться циферблаты стали скажем так крупнее в общем то все это очевидно что касается самого дизайна то он абсолютно никак не изменился то есть вот 44 44 миллиметра модель выглядит ровно так же как и в прошлом году единственно чем ну как бы поработали это ремешки то есть теперь они стали такие вот быстросъемные значит с нижней стороны можем видеть кнопочки просто чтобы сменить ремешок мы нажимаем и снимаем и значит что еще хотел сказать от предыдущих часиков ремешки подходят то есть вот эти вот которые обыкновенные не быстросъемная ну по сути то размер остался тот же самый то есть пожалуйста его сложнее одеть да ну как бы подходит с прошлой с прошлых часиков подходят давайте вернем оригинальный кроме того что он быстрее снимается он и быстрее одевается все готово в этом плане да конечно плюс то есть если у вас несколько ремешков в новом таком вот варианте с этими кнопками вы можете менять их очень быстро старыми ремешками придется там секунд 15-20 помучаться в остальном все будет идентичным так ну по комплектации особо изменений также никаких нет так выглядит коробочка самая обычная galaxy watch 6 так сделано во вьетнаме произведено в седьмом месяце 2023 версия у меня вай фай без лты и в комплекте собственно бумажки были и стандартная магнитная беспроводная зарядка ровно такая же как и в предыдущей версии очень важный момент касательно экрана который здесь изменили которые сделали намного лучше чем в пятерке это яркость максимальная яркость здесь составляет теперь 2000 нит это в два раза больше чем у предыдущей версии часик там было напомню максимум 1000 нит это что дает это дает то что даже под ярким солнцем просто под открытым небом часики отлично экран не слепнет и все отлично читается с экрана следующий момент который поменяли это чипсет понятное дело что здесь установили новый чипсет это теперь exynos w930 у него частота 1 и 4 гигагерца в прошлом в прошлых часиках был exynos w920 с частотой 1 18 гигагерц ну что это дает это дает производительность часы стали намного быстрее они ощущаются гораздо плавнее если в прошлой версии ну не часто но иногда можно было словить какие-то типа микролаги особенно вот допустим если вы там запускаете какие-то приложения крупные ресурсоемки скажем туда вот присутствует к небольшая задумчивость все-таки не хватало немного тактовой частоты 118 гигагерц был максимум здесь 1 и 4 гигагерца часики вообще отлично реагируют очень быстро никаких таких вот моментов больше нет также здесь добавили оператив очки теперь здесь оперативки 2 гигабайта против полутора гигабайт у прошлой версии ну и bluetooth более новая версия bluetooth здесь уже 53 в прошлых часиках напомню было 52 это что дает также это дает более энергоэффективность то есть если вы там слушаете музыку через bluetooth с поддержкой 53 у вас медленнее будет расходоваться аккумулятор ну и также при соединении со смартфоном 53 меньше расходует аккумулятор чем 52 и сам аккумулятор здесь также немножко крупнее сделали значит вот давайте сравним конкретно 44 миллиметра версию здесь 425 миллиампер часов сейчас было 410 то есть как видите ну вообще там минимум какое-то минимальное различие но все же они есть хотя по факту конечно никакой никакого прироста в автономности заметного это не дает часики все также работают сутки но я имею ввиду сутки прям активной нагрузки то есть если вы используете тренировки gps и тому подобное если у вас включены все датчики а если там все на минимум включить эконом режим это как бы понятно что проработают они и дольше я измеряю по активному использованию ну как пятая версия работала у меня сутки так в принципе и 6 работает у меня также сутки что еще поменяли поменяли скажем так как также софт немного поработали над приложением для спорта и для сна что касательно сна дать показывает кто вы в виде животного скажем так можно посмотреть более детально по фазам сна факторы которые влияют на показатели сна везде как бы есть оценка и также вы можете зайти например посмотреть уровень кислорода в крови во время сна что добавилось добавилась температура теперь температура кожи во сне также измеряется вы можете посмотреть это на удобном графике когда она меньше Когда она больше Естественно, чем больше температура, тем жарче в комнате И вам менее удобно спать Стабильность сна можно посмотреть То есть, насколько вовремя вы ложитесь Насколько вовремя встаете И появилась улучшенная программа советов Для улучшения сна Часы будут вас предупреждать За какое-то время, что нужно подготовиться Коснуть, давать какие-то советы И так далее Ну, в общем, все как обычно По поводу спорта Также есть изменения именно в приложении То есть, теперь более такой удобный журнал Вы можете посмотреть на нем Как бы все свои тренировки Абсолютно все там И бег, и ходьба, и плавание Все, чем вы занимаетесь В сведениях о тренировке Стало больше информации появилось Но, в принципе, основное все то же самое То есть, это зоны пульса Хотя изменения здесь также есть очень важны Например, в зонах пульса Теперь максимальный пульс высчитывается автоматически Исходя из этого Часы сами ставят зоны пульса То есть, не приблизительно, как это было раньше А именно по вашему пульсу Рассчитывать То есть, максимальная нагрузка Когда у вас наэробные упражнения Когда аэробные Когда у вас низкая интенсивность И так далее Это все очень полезно для тех, кто занимается бегом И теперь вы будете более точно видеть свои зоны Также, конечно, все графики остались Восстановление пульса Вы также можете посмотреть Расширенные показатели бега Например, асимметрия Время воздуха Время контакта Регулярность Это все было и в предыдущих часиках Ровно как и уровень Вио 2 Макс Тоже это все осталось Как и в предыдущих часиках Можно посмотреть на выносливость Все присутствует В неизмененном виде То есть, как видите На самом деле Различий не очень много По интерфейсам часов Также особо изменений нет Пожалуйста, это все те же карточки Например, карточка активности Карточка тренировок Для быстрого запуска Здесь у нас сводная какая-то карточка С пульсом, временем сна И так далее Вот по сну Естественно, зайдя в каждую из Каждый из разделов Можно посмотреть все то же самое Что в приложении Но на часиках Все это присутствует Так, дальше у нас что Измерение, скажем так, тела Все это присутствует Погода Есть у нас измерение артериального давления И ЭКГ Как и в прошлой версии Что значит нового? Нового, опять же Связано с температурой Появилось Допустим Приложение Для измерения температуры Его нужно установить отдельно Оно пока не поддерживается На часах Galaxy Watch 5 Приложение позволяет Измерить Температуру Окружающей среды Или воды То есть, ну воды Допустим, если вы Купаетесь В бассейне плаваете Для занятий плаванием Тогда просто одевайте часики Нажимаете Вот Или, например Каких-то предметов Скажем так Окружающих Давайте проведем Небольшой тест Измерять можно Единоразово Или в постоянном режиме Выберем Режим Basic То есть Измерение Стандартное Стандартных Каких-то вещей Так, значит Показывает Что нужно нам Снять часики И просто направить Внутренней стороной Да, где у нас Инфракрасная Инфракрасный сенсор Нужно просто направить На предмет Нажимаем Чек Проверка И направляем Куда надо Ну, в данном случае У меня будет измеряться Поверхность стола И видим, что Поверхность стола 27 градусов Что еще? Ну, давайте попробуем Измерить руку Ну, понятно Рука сразу, конечно Станет теплее 31 Но сразу говорит Уберите То есть Близко нельзя Прикладывать Да В общем Видите Такой вот Типа Градусник Который позволяет Дистанционно Измерить Температуру Жидкости Или Поверхности Какого-нибудь Предмета Так Ну, вот Сейчас Одену на руку Чтобы вы еще Посмотрели Как они смотрятся На руке Напомню, что У меня Пятая модель Была С Диагональю 40 миллиметров Эти я решил Взять побольше 44 И В принципе Не прогадал Они Не намного Больше Но при этом Как бы Экран Поприятнее Все-таки Информация на нем Более читаемая Более крупная Это Always on Display Вот так вот Все это выглядит Итак Ну и подведем Такой итог Скажем так Имеет ли смысл Брать Galaxy Watch 6 Если у вас Galaxy Watch 5 Ну, на мой взгляд Честно говоря Не имеет То есть Улучшений Не так уж и много Немного Допилили экран То есть Сделали его больше А рамки меньше Немного Увеличили Производительность Совсем Чуть Что-то Изменили По софту И то Я думаю Что в ближайших Обновлениях В пятерке Все это добавят Чутка Добавили Оперативки Новый Блютуз Ремешок Да вот В принципе И все То есть Если у вас Уже есть пятерка То однозначно Как бы Я вам скажу Ну, не надо Брать шестерку Ну, правда Если уж совсем У вас Как бы Денег Достаточно То есть Не жалко Ну, а если Как бы Это Деньги Которые нужны Скажем так То, конечно Не нужно Их тратить Разницы особой Вы не заметите А в то же время Если это Как бы Первые ваши часики То однозначно Их стоит брать Galaxy Watch Очень крутые часы Я Пользуюсь ими Еще с четвертой версии У меня четверка Была Классик То есть С вращающимся Безелем Потом в пятерка У меня была Обычная Там вообще Убрали Безель Я уже привык Безеля Кстати Здесь Виртуальный Безель То есть Если вот так По краю Провести Там где он Якобы Должен быть То будет Все так же Само Работать Ну и Мне это Вполне Устраивает Зачем мне Физическая Эта хреновина Которая Только Как бы Во первых Удорожает Изделие Классик Версия Стоит Подороже Намного Ну а Во вторых Она Ну тупо Становится Как бы Более Габаритная Часы Становятся Более Габаритными Итак Часам Лайк Улучшение У нас Получилось Такое Скорее Минорное Типа Как работа Над ошибками Думаю Прорыв Будет В следующей Версии В семерочке Вот Но Часы Однозначно Лайк Все Если Интересен Как бы Полный Обзор Ждите Через Какое-то Время Будет Полнейший Скажем так Обзор Уже Со всеми Функциями Ну а Это Такой Небольшой Видосик Сравнение С вами Был Злой До Новых Встреч